Так мы спешим вам рассказать об одной очень красивой петербурженке с якутскими корнями с удивительным и редким именем Вита Мир. Она успешная модель и за последние полгода ее авиаперелеты составили более сотни часов. За плечами у девушки контракты с известными брендами одежды и сотрудничество с крупными журналами. О моделинге и планах Вита Мир нам расскажет Айсена Бурнашова. В 16 лет Вита впервые в качестве модели выехала за границу. Ее первой страной стала Южная Корея. Наверное, тогда мало кто предполагал, что уже через 4 года Вита станет успешной моделью и сколесит полмира и будет украшать обложки таких журналов, как Эйль, Харперс Базар и ВОК. В такой карьере девушка во многом обязана своей целеустремленности, трудолюбию, открытости и интересной внешности. Родилась я в 96-м году, и моя мама первая день, она из Гранки. У нее отец, у нее как гир, чистый, так что она на 50% моя как гирка, это точно. Но бабушка моя, ее мама, она наполовину русская, наполовину якутка. Так что вот откуда моя саха кровь идет, это от моего прадеда Семенова Николая. Вот, он был чистый якут. И мой папа, он из Афганистана, он был беженец, вот, и он приехал в Питер искать защиты от государства. И где-то около двух лет мама меня отправила к бабушке, я жила там. Детя на роде до 4-х. Потом приехала обратно, и российское государство не дало защиту моему папе. И он уехал в Европу, и там он пропал. После этого, так как не было денег и возможностей особых, у нас была только я, бабушка и мама, и все, и мы как бы вместе жили. О карьере модели Вита задумалась еще в 2010-м году, когда училась в школе. После любительской фотосъемки подруга девушки отметила ее фотогеничность. Это в какой-то степени и подтолкнуло Виту к моделингу. Я нашла брене в газете на следующий день и подумала, окей, я пойду. Меня никто не приводил, я сама. Они меня взяли, и я начала ходить на съемки. И мама меня только поддерживала, но никогда не пушила, не запрещала. Так что, можно сказать, что я все сама сделала. Ранние подъемы, многочасовые съемки и тяжелые, а порой даже жесткие условия работы. Об этом Вита знает не понаслышке. В этой профессии важно быть разной и при этом всегда оставаться собой. Девушка следит за фэшн-новостями и знает, что многие якутянки покоряют модные вершины. Я знаю Полину Протодякову. Она очень красивая, мне кажется. У нее прям реально эта якутская красота, высокие скулы, высокая. Она сейчас в Нью-Йорке. Для меня она как некий даже пример, я тоже мечтаю, когда-нибудь поехать в Нью-Йорк и там поработать. У Вита много планов, о которых она охотно делится. Сейчас девушка учится в университете и в будущем видит себя лингвистом-переводчиком. Я думаю о будущем, я планирую в Сигапур переехать. Потому что 25 лет, 26 лет это уже такое время. Мне самой не хочется в то время моделить. Мне хочется в 26 лет быть уже серьезной женщиной, которая знает, что она хочет. Насыщенная работой и переездами жизни не мешает модели быть со своим молодым человеком, видеться с близкими и друзьями. Вита находит время даже на фан-встречи. Этим летом она планирует отправиться в Якутск на родину своих прятков. В заключении я хочу сказать вам спасибо большое за вашу поддержку постоянно, за вашу любовь. Вы меня реально все очень поддерживаете. У меня прям это... И я надеюсь, что с вами скоро увижусь на Исахе этим летом. Спасибо вам большое. Хорошего вам нового дня.